Повестку референдума мы утвердили, она опубликована, ничего другого я вам... Я вам могу повторить ее содержание, поэтому мы будем голосовать за предоставление Автономной Республике Крым статуса государственного и выстраивать отношения с Украиной на договорных отношениях. Валерий Мир Андреевич, в последнее время не слышно было? Здравствуйте, я не могу сказать. Вы можете сказать, что Глава Михайловича пришел в Реанда сам в начале. Глава Руковлении, мы запросили. Почему глава ИСБУ ушел вот так? Ну у него спросите, почему он ушел, это же его личное дело. Сегодня назначен новый начальник службы безопасности, его представили коллективу и он уже приступил к работе. И он уже работал. Глава Михайлович, прокомментируйте, пожалуйста, вчера в Министерстве Федерации по возможности будет уходить на территорию Украины. Переведите вопрос на английский, прокомментируйте решение Совета Федерации. Я вам хочу сказать, ситуация на юго-востоке в целом очень напряженная. Откуда взялось это напряжение? Оно взялось от страха. Люди пытаются себя защитить. О том, на что способна эта нацистская банда, мы знаем. Мне очень жаль, что уважаемые политики в Киеве, Многих из них я лично уважаю. Решили решить свои политические вопросы с помощью этой страшной силы. Теперь люди боятся их всех вместе, не разделяя. Но они, наши соотечественники, Совет Федерации не могут оставаться безучастными к судьбе соотечественников на Украине. Поэтому они сделали это обращение и сделали это решение. Это почему они сделали это решение. Я ничего не расскажу. Есть какие-то доказательства про отряды? Сказали, что в Крыму действовали какие-то вооруженные отряды, попранные Киевом. Есть ли у вас какие-то данные и доказательства по этому поводу? Вы понимаете, люди, которые посылают отряды, они не всегда делают это публично. А скорее всего, что делают это не публично. Поэтому мы взяли под контроль все дороги и станции, чтобы они сюда не проникли. Но что я вам могу сказать точно, что те люди, которые пытались организовать нападение на меня лично, они представились участниками правого сектора. Насколько это точно, я не знаю. И для меня это не очень интересно. И это не очень интересно для меня. Владимир Андреевич, о последних событиях на Востоке Украины, в частности, о назначении губернатора Аликардо. Во-вторых, сегодня прощенное воскресенье. Мы, наверное, все должны попросить прощения сегодня в этот день. Владимир Андреевич, а помимо тех российских военных Черноморского флота, которые постоянно какой-то в Крыму, какие-то еще военные из России были введены в Крым? Есть ли какие-то данные? Есть ли какие-то данные? Есть ли какие-то данные? Большого военного вмешательства никакого нет. Люди перемещаются по улицам. Вы разве видите кого-то? В Симферополе это только Совет Министров, Верховный Совет. В Симферополе это только Министров. Поэтому это минимальный контингент. Поэтому это минимальный контингент. Горде Виктория, еще пять минут. Скорбе сейчас вы в ресурсах займете по другой территории Украины, и можно будет экономически и обращались на кассию, которые поставили в граждан, военные, что вы должны именяться в полу. Я хочу сказать следующее. Я бы рекомендовал центральной власти не заниматься войной со своим народом, а тем более не воевать с регионами. Иначе не останется ни одного региона, который они будут считать своим. На юго-востоке Украины живут наши братья. Поэтому мы спокойны за это. Мы готовы им оказать всяческую помощь. Если вас сегодня кто-то преследует в ваших регионах, за политические убеждения, приезжайте в Крым, мы вам обеспечим безопасность. А насчет помощи мы обратились к Российской Федерации, чтобы они в законный порядок оказали нам финансовую помощь. На этот сложный период. Такое согласие получено. Мы выражаем глубокую благодарность за это. И сейчас рабочая группа уже находится в Москве. И решает уже технические вопросы этой проблемы. Самая большая поддержка – это телефоны и телефонные звонки. Это СМС-сообщения, которые приходят со всех стран мира. Все поддерживают власти автономии. Почему они нас поддерживают? Потому что мы выражаем мнение крымчан. Это мнение крымчан возникло не вчера. Мы очень долго добивались статуса автономии, того, который мы хотим определить на автономии. Но центральную власть в Киеве никогда этот вопрос не интересовала серьезно. Их интересовала только земля в Крыму. И те объекты, которые могут давать высокую прибыль. И сегодня эти объекты не принадлежат крымчанам. Вы приветствуете вход российских войск. Если в ответ войска НАТО войдут уже на территорию Крыма и Украины, вы берете на себя ответственность за человеческие жертвы? Во-первых, мы их не просили НАТО сюда входить. Это первое. Это земля, которая принадлежит русскому миру. И просьба никому никогда об этом не забывать. Это тысячелетняя история. Русский и украинский народ, это принадлежит к русскому миру. Мы пережили вместе очень тяжелые периоды. Особенно Великую Отечественную войну. И пережили ее достойно. Мы переживем этот период вместе. У нас не было, нет и никогда не будет проблем с украинским народом. Но у нас были, есть и будут проблемы с нацистами. Но мы были, и мы всегда будут проблемы с нацистами. И здесь мы будем принципиальны. И здесь, в такой вопрос, мы будем принципиальны. По депутатскому большинству, значит, сегодня на межфракционном совещании мы получили согласие и приступили к формированию межфракционного большинства с названием «Мы крымчане». И в настоящий момент эта работа идет. До конца дня она будет сформирована. И завтра на президиуме мы об этом заявим. У нас будет более чем две трети депутатов. Я вам хочу сказать и заявить следующее. Мы очень хорошо относимся к Турецкой Республике. Кто из крымчан имеет возможность отдыхать в Турции, он, как правило, выбирает в первую очередь Турцию. К крымчанам там очень хорошие отношения. И мы очень благодарны им за это. У нас очень хорошее отношение к Турецкой Республике. И хочу воспользоваться случаем, что если у Турецкой Республики будут какие-то предложения по совместным программам, по совместным программам, в экономике, в культуре, в образовании, в здравоохранении, мы готовы поднять уровень наших взаимоотношений совершенно на другой уровень. Это не вопрос для меня, это вопрос для НАТО. Флаг висит, значит, люди повесили, пусть висит. Кого не устраивает? Вас не устраивает? Ваш вопрос какой? Мы с ними организовали полное взаимодействие. Я могу воспользоваться случаем и заявить следующее. В редакции новой конституции Автономной Республики Крым мы готовы предложить крымским татарам те полномочия, которых они никогда не имели. Мы принципиальны в одном. Мы крымчане. Мы вместе должны решать наши проблемы. Мы очень хорошо понимаем крымских татар и их озабоченность. Мы долгие годы были национальным меньшинством. Мы долгие годы были национальным меньшинством в Украине. Поэтому мы их очень хорошо понимаем. И мы постараемся решить все их проблемы и будем решать их вместе. Спасибо большое. Вы еще не раз посетите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!